здесь хотя бы отбойник сделали вопрос не раскорячимся ли мы с этим отбойником сейчас раскорячимся все вот похоже мы и приехали надо было я эту дорогу просто сверху смотрел мне она сверху казалось абсолютно нормальный такой не не критичной проезжабельный знал бы сюда не поехал если бы я знал что будет такая дорога друзья порой вот так вот приходится корячиться по заправкам заехали в наш вейнер суперу не как вы видите умудрились заправиться я проехал так развернулся с прицепом чудом и вот так занимая все места благодиха у нет остановился на секундочку так и хочется искупаться в такую жалищу это тут тусовка кайтеров и должно быть бесконечно много здесь но яхты гоняются посмотри какой уровень был озеро насколько упал уровень воды видишь вообще да феноменально яхты а нам куда-то вот туда в горы подальше как-то в наш прицеп и так момент истины если мы хотим скучные дороги по поворачиваем налево если хотим не скучные дороги поворачиваем направо налево дорога идет на город брянсон и красиво через туннели через автобиста автодороги выводит нас в италию но мы же не ищем трудных легких путей мы хотим по-настоящему мы поворачиваем направо и пока не знаю я даже куда мы едем очень интересные места будем проезжать мимо монте-виза горы друзья типичный городочек французский горный самое интересное что нам наша мариванна подсказывает куда ехать но только некоторые тупые особо тупые эти самые в водятлы типа меня не поворачивать никуда и вот теперь момент истины нам нужно проехать здесь я не знаю проедем мы здесь или нет это мы с прицепом друзья центр города первое испытание на дороге светофор мы не знаем что там на поворот впереди очень крутой плохо может быть неправильно мы сделали что поехали вот так как бы как бы как бы не развернуться сейчас в обратную сторону но самое главное развернуться во время потому что если мы где-нибудь с прицепом этим раскорячимся это будет конечно огонь контент огонь так что смотрите наше приключение как мы попадем через мощные горные перевалы которые половину года закрыты из италии во францию пусть франции в италию погнали так сейчас самое главное ну и что нам там что нас ждет за поворотом да не так и страшно но высунь камеру наружу лучше да но уже для планерного прицепа сам себе рок-н-ролль чик можешь на прицеп направить камеру для разнообразия две машины здесь уже не расходятся все довольны все весело мне тоже я уже прям похрюкивают восторга иначе скучно жить если ходить всегда проторенной дорогой то никогда не будет весело контента огня и движение вперед но я бы этого никогда не увидел наверное если бы не поехал о туннель пилить и смотри прорыт холм так смотрим ограничение никакого трафика встречного никакого рвем когти мне определенно нравится эта дорога она восхитительна сама по себе уже вау а там внизу речка надеваться некуда только в тоннель узенький ой да тут и разъедешься слушай ну нету никакого этого самого ограничения типа кто первый едет а хотя конечно надо было бы место вообще нету особенно для планерного прицепа авантюрка самое главное всем этим друзья я летал сверху все это я вижу но сверху снизу такой красотушек увидишь еще потому что высоко искупаться бы вот эта речка смотрите течет течет потом раз становится озером наш планерный караван на идет навстречу новым приключениям а сумасшедший водитель и не менее сумасшедший пассажир так сказать подбывая от восторга едут дальше мотоциклистов немеряное количество мне кажется для мотоцикла такая дорога самый рок-н-ролл надо будет как-нибудь взять верную yamaha virago и прошвырнуться ну помимо этого смотреть какие большие бетономешалки бегают есть шанс что и мы проехать сможем с нашим прицепом как в аватаре скалы друзья посмотреть какой прикольный домик на прям горе даже не доме как воин замок наверное это мы во что в пробку уперлись да смотрите-ка пробочка с вот так вот хоть интересно сколько наконец-то постоим горных пробках пока живешь не москве этот настолько хорошо без пробок привыкаю жить офигенно круто как называется и замок посмотри настоящая оборонительное сооружение да вот сюда конечно соваться с прицепом было сумасшествием неизвестно как это как раньше строили то раньше то не знали что будут вот такие прицепы ездить доблестные полицейские если бы они видели что мы не проедем они в нас предупредили наверно так друзья напишите прямо сейчас комментариях проедем мы все-таки или не проедем нам осталось 46 километров до перевала а как говорится дорога перестает быть томной все веселей веселей кто скажет проедем и в италию этой дорогой или все-таки развернемся бы возвращаться от этими всеми горами я летаю мы сейчас вот папа по склону который справа пойдем вверх постепенно как даже сам не знаю пока прямо я даже не знаю куда ехать а вот мы сворачиваем направо как я говорил пойдем уже дольше вдоль склона то есть места я знаю когда мы летим к манте визе вот над этой горкой и вот как мы вдоль нее летим так мы вдоль нее поедем сейчас камера gopro 10 перегрелась сволочь поэтому снимаю вам на телефон до дорожки все уже и машина едет все хуже тянет еле-еле эх доедем не доедем друзья давайте там комментируйте потому что интересно будет читать что вы думаете вообще в этой ситуации потом посмотрим естественно все вместе такая бетономешалка проехала я думаю что в такой ситуации должны мы проехать ну что ж друзья весело все вот оттуда мы поднялись вот по этому ущелью вот здесь и тут начался первый боевой серпантин мы так с трудом прошли поворот но неприятненько было и конечно сейчас вот момент истины все-таки стоит нам переться дальше в горы и там тем более видите еще и гроза на перевале осталось 30 километров то ли струсить и повернуть обратно в этом месте мы еще спокойно разворачиваемся как вы думаете что мы выберем вечер перестает быть томным вот этот зигзаг непонятно проедем или нет друзья мы сейчас в этой деревне уже нарезали такой жуткий разворот что шкаля были прицепом по земле вот как вот в этих горах вести себе дальше я не понимаю но мы попробуем это товарищ сумасшедший конечно покрываем и шагу назад шагу назад сказочный долбоебы привет этот я уже узнаю вот такой лесистый вот фу лесистый наоборот травянистый так кто главный а нам уступать дорогу хорошо теперь сейчас тяжело высота постепенно растет и вот там где облака видите на перевале лежат собственно туда нам и надо вот как ездят скажите мне на планерных прицепах по таким городам уж я не очень понимаю вообще как ну тут куда и куда ехать держи камеру завозом пахнет чуешь чую даже деревня без навод офигеть да 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 кух друзья момент истины нам надо сдать задом мариванна не туда нас повела нам нужна была нижняя дорога впереди там судя по всему разворота нету поэтому буду сдавать задом хорошо хоть этот с горки едем привет барбола теперь заносить хвост ну что поехали назад ну развернуться мы развернулись дальше что непонятно мариванна сучка крашена если ты еще раз на заведешь не туда я тебя не знаю что с тобой сделаю пози как красиво лучше с ними вон да если навигатор нас сюда не завел мы бы на эту красоту и не полюбовались наконец-то прохладный воздух наконец-то гроза до так 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 Но дорога всё хуже. Я не знаю, будто-то едут люди же. Дорога становится всё хуже, мягко говоря, всё хуже. У нас впереди очень жёсткий разворот один. И вот если мы его не пройдём, то весь наш путь бессмысленный, беспощаден. Совершенно непонятно, как нам быть. Да... А впереди, видите, со стороны Италии шпарят облака. Очень всё, конечно, красиво. И снимай снаружи. Но очень страшно. Я еду вообще на первой передаче, потому что даже не хочу переходить на вторую. Медленно и печально. Да, в коровке. А ты уверен, что мы высоту больше набирать не будем? Видишь? Вон дорога просматривается. Да, но потом... Там нет серпантина. Да? Да. Ну ладно. Альпийский луга. Ты хочешь сказать, вот этот поворот был? Нет. Приятный, нет? Этот-то проходибельный, нормальный. Приятный. Так я пока камеру отключаю. Вниз падают, друзья, облака. Мы сейчас попадём ещё и в облачность. До кучи к нашим и всем приключениям. Смотри. Ну, пробуем. Нормально. Это этим, задом он бьёться. Фу. Ты видел, что я притягиваю? Да. Смотрите внимание Ну пока проходим Не мог бы я никогда подумать Что такой подвиг совершу Мудаческий Надо же было Я эту дорогу просто сверху смотрел Мне она сверху казалась абсолютно нормальной Такой некритичной, проезжабельной Знал бы, сюда бы не поехал Если бы я знал, что будет такая дорога Переход Волково через Альпы Оттуда дует страшный ветер Прицеп, конечно, виляет, как черти что Сейчас я перестану видеть дорогу Только бы никто не встретился по дороге Но дорога асфальтовая Должны же быть какие-то госты и осты у нее Я считаю Друзья, если что, вините во всем Французские госты и осты Или итальянские уже Все, я замерз Ну, друзья, вот что могу Ничего не видно Собственно, где-то здесь уже перевал Пока поднимаемся вверх То есть еще в Италию не въехали Но в целом уже почти Ничего больше поснимать не смогу Потому что все равно туман Буду концентрироваться на дороге Вот, похоже, и перевал Вот он Впереди Да, жесткий Ну, надеюсь, пройдем Прошли Дальше должно быть легче Да, если вспомнить, что за хвостом у нас 300 тысяч евро едет То это, конечно, веселье Навигация, конечно, сильно спасает Подсказывает, когда будет поворот какой Машина Вот перевал Италия Ну и какие дороги лучше Здесь хотя бы отбойник сделали Но вопрос Не раскорячимся ли мы с этим отбойником сейчас Раскорячимся Все Вот, похоже, мы и приехали Так, руки убирай Руки убирай Так, чтобы я видел Я бы уже Второй раз я так не поеду Это единственный раз Когда я такой контент-огонь снимаю, друзья Это просто И вот нам туда еще надо вниз спуститься И все эти повороты пройти Здесь какой бешеный уклон там На этом повороте И совершенно непонятно, как он вообще берется в обратную сторону Как это все проезжается Так встречных нет? Нет, пока что Если что, будем в скалу долбить Видишь, скала Мне сейчас нужно так завернуть колесо Чтобы правое колесо не слетело в пропасть Вот в эту дыру А левое не отколошматило А прицеп не отколошматил при этом В скалу Прошли? Да Фу, ну да Здесь как-то это получше Там, конечно, одно место было просто демоническое На такой серпантин с прицепом Заезжают только настоящие боевые маньяки Сейчас меня чуть попустило Я, по крайней мере, дорогу вижу Вижу, что да, развороты мощные Но, в принципе, должен я с прицепом все это пройти Уклон Вот сюда бы я не уехал То есть, если когда-то будете думать Поехать с прицепом наоборот Даже не думайте Назад не въехать Обратно не забраться Слишком большой уклон Просто может не хватить мощности автомобиля для этого Ох, вот это, по-моему, последний из жести Очень у него близко вот этот край Я боюсь зацепить его колесом внутренним Пускаю по максимуму Не, нормально, пройдем Даже с запасом прошли Смотри-ка Ой, как Как-то тут пропасть, обрыв О! Блядь Вот только их тут не хватало Ну, задену, значит, сами виноваты Нефиг было машину парковать так Нехорошо Ой Все, похоже, выбрались Сейчас скоро будет красивая деревня, озеро Хорошее настроение Там будет еще пару неприятных поворотов Да? Залобная машина Ничего не страшного Так, и рабора такая, что Боюсь перегреть тормоза На первой передаче спускаюсь У меня все-таки сзади Тонна прицепа Ну, друзья, смотрим, как тут все в прицепе Принцесса жива Жива Отсматриваем прицеп Досталось, конечно, вот этим задним Я всегда думал, зачем нужны вот эти задние такие массивные алюминиевые штуки Для того, чтобы скользить Вот сейчас стерто уже Довольно-таки ощутимо С этой стороны стерся И довольно ощутимо С этой стороны стерся Прямо посмотрите Вот, как мы ехали По асфальтику Да Но остальное все нормально Жуткий запах тормозов То есть воняет тормозами со страшной силой Поэтому я Несмотря на то, что я постоянно ехал Подтормаживая двигателем Но вот оттуда спуститься Причем, вы понимаете, да Что вот это еще не самый верх Самый верх Вот в облаке были еще выше Очень мощный уклон Вот туда бы Я точно совершенно говорю Я бы не въехал Если вдруг у вас возникнет мысль С этой стороны с планерным прицепом заехать Оставьте эту идею Это совершенно бессмысленно То есть с итальянской стороны Дорога сильно круче И как раз в этом некоторая беда Что я ее осматривал Осматривал Но все время смотрел на французской стороне Как-то мне поэтому И мысль-то пришла глупая Съехать сюда Съездить сюда Сэкономить немножко По дистанции Но зато Контент огонь, конечно Так Давайте посмотрим, что там предстоит Все равно надо постоять Как минимум полчаса Чтобы тормоза остыли Почему я идиот? Оказалось, что трафик достаточно оживленный На этой Нашей страшной дороге Даже дельтики Друзья наши Тоже тут, оказывается, ездят Так что не мы такие А, не дельтики Это каякеры Ну, в общем Трафик пошел Видите, все друг друга пропускают Прошла Надо все Мы тоже всех пропустим Потому что дальше Как помчимся с горы Наш автобус уже остыл практически Красивейшие заросли Иванчая Я вам сейчас покажу Куда нам дальше ехать Эвакуатор Уже за кем-то едет Надеюсь, не за нами Хорошо, что не за нами Но видите, эвакуатор тоже достаточно длинный То есть ему там тоже тяжело А нам нужно Пройти вот этот изгиб дороги Ну, их там много Вот в этом лесу Достаточно мощные изгибы дороги И подлость в том, что лес начал расти Так-то по травке Везде проходило Вот если в лесу где-нибудь Ну что, будем пилить деревья У нас пути-пути назад уже нет Почему я идиот? Первая передача Две с половиной тысячи оборотов И машина продолжает разгоняться То есть мотором я торможу Ну вот 2800 Ну на 2900 вроде повисло То есть тормоза не надо использовать Потому что я очень не хочу сейчас тормоза использовать А придется Не хочу их еще раз перегреть На таком уклоне И вы знаете, да, что если тормоза пропадут То дальше Только в гору вот так Раком вставать И тормозить об елочке Кстати, лиственница Вполне приличная дорога То есть вот здесь уже чувствуется Что Вроде как приключения Ну если не закончились То хотя бы стали менее жесткие Старая французская Ой, французская Итальянская деревня Крыша рухнувшая Ну правильно Кто-то захочет жить в таком ужасном месте Здесь постоянно темно Нет солнца Солнце только по утрам И то вряд ли Там похоже старые постройки А здесь вот наводил новый домик уже А там можно потом реставрировать Смотрите, какая красота Крыша из каких-то хитрых таких пластиночек И слюды И каменная крыша Представляете Дальше идет двухполосная дорога нормальная Ура Класс Все Свобода Подъезжаем к озеру Которое я постоянно вижу Когда летаю на планере Монте Виза Понятно, что Ни при каких условиях В такую облачность не увидеть Но вот мимо озера Сейчас проедем Смотри, какое высотное строительство уже тут Нифига себе Это уж прям как город-город Курортный, видимо, городочек Потому что Красивое горное озеро И здесь не жарко Тут сюда, наверное, все люди От жары ездят Прятаться Тоже Каменные крыши Интересно видеть всегда Вот эту О, кстати, как Эти камерные крыши Крадут Смотри Видимо, старая крыша была Вот она, полуразрушенная Класс Мне так нравятся Эти следные крыши О, а вот и озеро Можно купаться Потому что, ну, красивое озеро Сверху оно кажется Маленькое-прималенькое А так, посмотришь Озеро достаточно приличное Прицеп наш целый, невредим Но, конечно, досталось ему Будь здоров В Индии, когда ездишь Есть такое Расширение пространства иногда Кажется, ну, никак не проехать Раз И проезжаешь Вы посмотрите Какие огромные постройки делают Вот с этой Каменной крышей Помедленнее поеду Точно кажется Смотрите, прям плитки клокаменные Здоровые Удивительно Местный антураж Вот Это уже такой Тоже курортный городишко Судя по всему Шалешечки такие Что-то свеженькое строят Около в барчике все сидят Хорошо И наверху Поинтереснее постройки О! Тут уже постариннее Очередной городочек Очередной городочек И мы нашли того, кто едет медленнее нас О, тоже там какая-то Культовое сооружение Вот этот автобус Во-первых, страшно воняет Выхлопными газами Во-вторых, едет существенно Медленнее нас Будем обгонять Что не городок То культовое сооружение Прям очень они здесь популярны Тут вот служение не идет Закрыто Видимо все в первую пошли Мы уже достаточно прилично спустились вниз Название города 50 Притормаживаю Ну и наблюдаем Видите, очень много везде цветочков висит Вот они прям везде тут На самый верх, получается, не поедем Культовое сооружение сбоку остается О! Первый светофор На территории Италии Ура! Цивилизация О! И вот закончился городочек По сравнению с Францией Здесь, конечно, побольше влаги Сразу чувствуется Совершенно другого типа растительности Ну и холмы такие Не французские Ну и погода тут же Помните, я всегда говорю, что в Италии Всегда погода хуже с точки зрения полетов Да, более влажная, более низкие облака Это хорошо и ярко чувствуется Началась Италия уже равнинная, как вы видите Мы спустились с гор Гор остались Где-то сзади А у нас пошли По сути колмики И Равнина Сады Яблоневая Это яблоки? Да, скорее всего Вроде яблоки Заезжайте с перекрестка с круговым движением И пошли черепичные крыши Как вы видите Закончилась эта Странная Каменистая крыша И пошла обычная Классическая черепичная Ну и вот они Зеленые равнинные поля Италии Летим дальше И теперь мне нужно за ночь Пересечь всю Италию Вот такая Италия Уже вот обычная Привычная То есть то, что было выше Вот эти городочки Они, конечно, были Очень интересные Горные Я в горах итальянских И не был практически То есть был на равнине Там в Генуе был В Венеции был В Турино был Вот она вот Вот такое И чувствуется, что здесь В общем-то уже жарко становится Но какой мотороллер? Веспа? Конечно Смотрим Веспа Я даже не помню Когда мы летали Был прекрасный вид Сальм Вниз Мы летали с этой стороны И я помню Вот этот замок Он просматривался В самом конце долины Или мне мерещится Или это был другой замок Ну, неважно Такой же я видел с неба И хотел посмотреть снизу Вот Мечты сбываются Выглядит заброшенным Заброшенным? Ну, вы Через 500 метров Как будто бы без окон Прикрестки Студового на движении Ну, может и без окон Скорее 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 Какой красивый вид Сейчас, может, через дырочку будет еще Друзья, посмотрите Это Прозевали мы этот момент Но Кусочковым вам эту бесконечную красоту Классического итальянского городочка Вот они Сросшиеся Улочки Все, как я хотел Как говорит Макс Смотри, какое здание Тоже интересное Вот теперь нам надо так Чтобы никого не сбить На этом развороте Ой 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 Там уже как раз Очень волнуется За свою машину Оп Смесь кирпича И камней Смотри Ага Сверните на второй выезд Ну, вот как-то так нас завела Мария Ивановна Что Может, тут вообще нельзя было ехать Нет, сзади нас тоже едут Ну, очень узенько Ой Нормально, проехали Пальмы пошли даже Так, как-то мы сейчас Тык и прямо По крайней мере Так нам рисуют Вот что создавало нам Аромат Последние 15 минут Вот это вот Говно-воска Кто там говорил, что Европа стонет от страшно дорогого топлива Рубль 89 Ну, было там 1,7 евро 1,6 евро 1,6 евро Сейчас 1,8 евро Никаких проблем Так что не переживайте, товарищи пропагандоны Все здесь у нас хорошо Заплатил 10,20 евро Каких-то копеек за 1 литр топлива Не обеднеем Пробили часы на башне местного городочка Вечерело И совершенно божественно пиццей пахнет Не знаю На центральной площади Прям пахло-припахло Сразу у меня прорезался аппетит Потому что до этого есть не хотелось Честно говоря, жарко Понятно, почему во всех южных странах Идея, что кушают вечером, ночью Заправляем нашего коня 1,9 евро Оп Что, кончилось, что ли? Давай еще Ой, так мало съели Обожаю Т4 Мы можем посмотреть, сколько стоил нам переезд Волково через Альпы 26 литров 51 евро Слушай, ну я не верю своим глазам Ну это мы перебрали Целый день Целый день Эта машина дышит топливом Ну вообще расход у меня обычно Около 7 литров на ней Мы действительно не так много расстояния просто проехали Тема, конечно, оплата итальянская Давайте я вам расскажу Значит, все колонки помечены Вот там стоит центральный терминал Приема денег Суешь карточку, он блокирует 100 евро И тебя заправляет с любой Неудобно Потому что, не дай бог терминал сломался Или очередь, или еще что-то Чуть-чуть сэкономили С другой стороны, работает и работает Ну что, Борь, как ты? Дальше? Прекрасно Дальше? Ну как дальше? Дальше сначала до Гену и под Гену К родственникам автостопом Потом в Милан Потом еще, может, во Францию вернусь В Анси Как тебе автостоп в Европе? Я на самом деле просто в шоке То есть, мне многие говорили, что в Европе хороший стоп Но во Франции вот я буквально вот только поднимал палец Снимал историю, как я поднимаю палец Еще вот думал, что ну сейчас сниму историю А дальше уже начну там стопы Вот я снимаю историю Смотрю, машина останавливается И так 4 раза вот я только из одной машины вылезал Вставал на точку Руку поднимаю Ну вот меньше 2 минут Ну может карма? Может быть карма, не знаю Посмотрим, какой автостоп еще в Италии В Италии я еще не стопил Так что может быть Ну напишешь Ну видишь, как тебе опять же вчера повезло Захотел? Раз? Да Друзья, мы вчера вечером как раз отмечали наше окончание полетов И я говорю, а я завтра в Италию Он говорит, о, а мне в Италию надо Вот, собственно, так Вот так и бывает Да, казалось, по пути Отлично отлетал Ему еще из погоды повезло Давай, удачи тебе Спасибо, Игорь Игорь, ей Был рожденный ползать и думал Но оказывается летать могу Да, хорош с дороги Верную Т4 Погнали дальше Эх, друзья Мне еще пилить 11 часов 15 минут И проехать надо еще 1177 километров О, как мне еще ехать Вообще Проехали мы Проехали мы совсем чуть-чуть, судя по всему Вот отсюда начали Вот символ дома То есть визуально вообще какая-то исчезающая часть маршрута Но зато все горы прошли Как выглядит рассвет в Италии Ну, примерно так Огромное количество грузовиков стартовало на рассвете Где-то ночью в районе 3 часов ночи Я начал засыпать за рулем, как обычно Ну, не то, чтобы засыпать Но думать об этом Ну, поэтому пришлось остановиться Вот здесь стоял грузовик Мест других не было Вот таким образом мы стали И чем прекрасен Т-4 Тем, что, как видите Что пилоту важно Там, папона боевого коня Да Ну, видите, жена кинула Как спать Вообще есть спальник теплый, пуховый А сейчас можно будет О, Макдональдс Сейчас можно кофе взять Заправиться на заправочке И мчаться дальше Так, друзья, что повезло Съесть на завтрак Совершенно великолепный пекан Ну, капучино, естественно Скорость обслуживания какая-то дико стремительная То есть просто пулей Я не успел хрюкнуть И мне уже все подали Я обычно еду не фотографирую Друзья, но это потрясающий пекан Пекан Если кто любит Такие Как-то брал Чаще всего Чаще всего кофе На заправке МДП Когда ехал на работу В гараж И он был когда-то Вот таким же вкусным Потом, конечно, испортился Но вот это Просто тоже то самое Не знаю Какой комбинации Прям супер Вот это заведение Я в восторге Иногда так Немного нужно Совсем для доброго утра Отличный кофе Вкусный пекан И стакан свежевышества Апельсинового сока Вот мелочь Но Знаете, сколько раз На заправке Вот это все покупаешь И не испытываешь Наверное, какого-то удовольствия От этого Могу сказать спасибо Утальянцев Потому что Три мелочи Ну, все настолько классное Что Я не знаю Я сейчас Бодр Утро Готов мчаться дальше Еду по автобану Это скучно Конечно, тех красот Которых мы вчера досмотрелись Нет Местность равнина Автобан нормальный Но, конечно По сравнению с ночью Намного больше грузовиков То есть они прям Сплошной линией Корость 100 Уже Ну, вот 100 комфортная 110 уже некомфортная То есть прицеп, конечно Не рассчитан На Больше То есть я могу с ним ехать У меня К счастью Нормальная центровка Не виляет Но Есть куча видео Когда Прицеп Неправильно центрированный Если сзади Груз побольше Впереди поменьше Может размазать машину Просто за Несколько секунд Шмяк-шмяк-шмяк И все Ну и как вы понимаете Перевернуть 300 тысяч евро Который у меня Болтается Вот там где-то За спиной Было бы Несколько обидно Показались Альпы Низенькие Но Явно С левой стороны Идут горы Собственно Там Австрия А Впереди Где-то там Словения До нее совсем Недалеко Как вы видите Друзья Сколько Мы не едем Альпы Постоянно рядом С нами И у меня мечта Как-нибудь пролететь На планере Дугой Альп Вот Примерно До сюда Еще дальше Друзья Чтобы было понятно Как мы едем Вот так Ну что ж Аревидерчи Чтобы пересечь Италию Насквозь Понадобилось 48 евро Много это Или мало Ну нормально Мне кажется Всю страну Горы Купаются В рассветной дымке Не прошло и дня Как я по ним Соскучился Кончается Автобан Граница Что ли Была А точно Все Граница Посмотрите Все Мы в Словении Италия Пройдена Сапог Италии Пройден Впереди Словенские горы Дымку Которую вы видите Это не дымка Это настоящий дым Только что И прям реально Гарью пахнет Только что Поехало Огромное количество Машин Тушить какой-то пожар Вы можете Слева наблюдать Городочек Купающийся В рассвете Проехали Сзади Перевал И двигаемся В сторону Города Любляны До него 45 километров Осталось Вот такие Холмы вокруг Мне кажется Должно быть Замечательно Летать на Парапланах Вот она Угорщина Мы едем По Венгрии Я сам Не заметил Как сюда попал Переди Какое-то Огромное озеро Удаление От аэродрома Километров 100-150 Соответственно Возможно Над всем этим Мы будем летать Я съехал С автобана И честно говоря Качество Венгерских дорог Мне пока Не очень нравится Постоянно Качает прицеп Квак 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 Ну и Сама дорога Сложнее То есть Стрелечка Постоянная В общем Не того Я хотель Не того Возвращаясь На автобан Подъезжаем К Будапешту Но В сам Будапешт Никто Въезжать Не планирует Поворачиваем Направо На объездную Местность Как вы видите Поменялась Безумно Жарко Покидаем Автобан Дорогами местного Значения До аэродрома Нам проехать Надо всего Четыре Километра На эти места Мы уже будем летать Воздух горячий Руку обтекает Прям Чувствуется тепло То есть Градусов Наверное 36 точно За бортом Через 600 метров Вы прибудете К месту назначения Через 600 метров К месту назначения Опа Друзья Должен быть аэродром Вот мне всегда Ой Там смерч Или пожар Посмотрите Какой ужас Там творится Где-то здесь Аэродром Смотрим Со всех Со всех сил Похоже Вот он Справа Планера 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 Ура Смотрите Какой я здесь Круг нашел Для разворота Вот мой въезд А я тут Наяриваю Кружочки Я не знаю Для чего Этот круг нужен Вот посмотрите Как удачно Я придумал Развернуться Добро пожаловать Приветствуем Участников Чемпионата Планерного Только бы Понять Куда ехать А куда нам ехать Ну тут Где по всему Сюда Куда-то Так Надо куда-то Ехать Ой Друзья Мне выдали Бумагу Объяснили Куда ехать Сразу же Бросились Ко мне Вот сколько Ух Плаги Соревнования Ура Едем Искать Наше парковочное место Где-то За красный Цесной Какой самолетик Эти Чинят его Угадайте Где мы Должны стоять Я нашел Н1 Это американский Экипаж Вот Наше место Вот здесь И мы стоим Мордочкой сюда Теперь мне нужно Поставить Так же прицеп Параллельно И Все И собирать Планер Верный Т4 Нет лучше машины Друзья Если вдруг Кто-то Продает Вот если Найдется фирма Которая сделает Новый Т4 Тут же Вольфсваген Скажет Мы выпускаем Т4 Куплю два Один Куплю Второй в запас Великая машина Совершенная Безумно надежная Очень мне нравится Ну и тем более Мне кажется За видео Переезда Через перевал Компания Вольфсваген Мне должна Просто произвести Вольфсваген Т4 Я не верю Что мы там Проехали Ну скажу Я вам честно Счастлив То есть Доехал Настроение Просто потрясающее Не знаю Какая-то Сразу же Заезжающая Атмосфера Планера Люди Флаги Вот эти волонтеры Юноши С горящими глазами Там Подбегают Да Приехали Ура Ура Не знаю Классный Хороший мир Я рад Что здесь Друзья Выглядит это Конечно Весьма трагично Такая табличка Другой страны Она помечает Наше место Я действительно Видите Не ошибся Верно Определил Место Положения Стоянки Нашего планера Будущая И сейчас Прибудет Капитан Очевидность Оптимизм Матуза И Как он же Капитан команды Он утвердит Что скажет Да Заезжай Бах-бабах Камера на готове Подожди Стой Стой Встреча Встреча Двух Друзей Которые не видели Другого С моими Друзья Он вообще Мой Жилодатель Ответственный Квартира Сдатель Да Ну что Бомжом Берет Когда я бомжую В Литве Он меня берет Чтобы пожить к себе Ты готов? Всегда готов Слушай Да я уже нашел Наше место Мы рядом С американцами Торчим А теперь он Бомж Кстати У него нет Места жительства Я ему даже Предложил Друзья Представляете До чего я дошел Говорю Вот мы сейчас Это все выкинем Положим меч Вот здесь Посередине Ну как Помните Там спали Рыцари Между ними Меч Вот так Так и мы будем Сейчас вопрос Просто Меч Как говорится Уточенный Или нет Ну посмотрим Да Может Что-то нибудь Посередине Не меч Положим А что Женщину Даже простудился Мой коллега Но он реально Высунув камеру Вот так В окно Немножко Он умудрился Простудиться Кашлял Потом весь вечер И в общем Так вот А с мячом спали Мы всю ночь Мы всю ночь Ехали Да Рассказываем Да Это знаете Как Посмотрят нас Знаешь Где Больше всего Гомофобия Да В какой стране И скажут А вот они Вот у них Европейские Шуточки Да Ну да Нам нужно Сначала Собрать планер Это будет лучше А потом Пустой Прицеп Вот так Поставить А почему Ты сразу Не сказал Ну чтоб Интереснее было Вчера пожар Стоял весь день Большой дым Набирали в нем Нет Не набирали Но через него Заходили на посадку И главное Что скопилось На высоте 3000 Большое Большое Облако На всю территорию Не секрет Что каждый спортсмен Худеет к соревнованиям Потому что Планера В определенном классе Наш класс До 850 килограммов И вот мы С капитаном Оптимизмом 800 800 Мы с капитаном Оптимизмом Посмотрите Как хорошо похудели Вон ты на сколько Я на 3 А я на 2 Нам мало Поэтому мы Видите Чтоб меньше худеть Сняли баки Топливные крылевые Которые нам не нужны У нас в фюзеляже 14 литров топлива Это более достаточно Чем Но Была сейчас Пляска с бубнами На полчаса Тут Бак вот здесь Здесь крепился Аккуратненько снят Ну и Соответственно Нам еще осталось Снять второй Так что Немножко дольше Чем сейчас Мы Собираем планер Короче Чем Сбрасывать Еще 3 килограмма Да Если Если сбрасывать Еще 3 килограмма Тут бегать Нужно Всю ночь А тут Уже есть Сбросил Нужно Планер Помыть Заклеить стыки Все изоленты Но мы Так Намаялись С этими Баками Что сил наших Нет Надо немножечко Мы в конце концов Что на работу Приехали Шеф Нет Ну все Погнали Как выглядит душ Местный Охлаждение Система охлаждения Вот так Самый счастливый вечер Смотрите Я вернулся к своим друзьям Собакам Которые были со мной Четыре года назад Мы были вместе Да Меховые Меховые собаки Такие Хорошенькие Это ездовые лайки По-настоящему Ездовые Они так ездят Что страшно За ними угнаться Тачат все Вот могут этот автобус Взять на буксиру И куда-нибудь перетащить Думайте Как это них Реохиедут из Эстонии На собаках На собаках Автодом Подцепляют к собакам И Дым-дыр-дыр-дыр-дыр Да Вообще Удивительный Жилет Мы оказывается Поселились Рядом с полицейской Академией Они все Садятся в машину Куда-то едут На очередное задержание Вот Я к чему это А палатка-то Машина наша Будет стоять Вот здесь А палатка здесь Поэтому Лучшее соседство Мне кажется На всякий случай Вот у нас Замечательная компания В друзьях И собаки И сборная Эстонии И вот как выглядит Наш кемпинг До новых встреч Глубоко уважаемые Любители Летных видов спорта До новых Позитивных роликов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok